Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. И сегодня мы будем с вами рисовать женский жакет. Добавим к нему дополнительные интересные элементы, как кокетку, полу-кокетку со складочкой плиссе. И сегодня я вам покажу, почему так важно иметь базу эскизов и почему это действительно ускоряет работу. Уже в рамках нашего челленджа 100 эскизов я показывала, как рисовать женский жакет. Вот он, пожалуйста, отрисованный эскиз номер 10. Вы найдете полное видео, как это нарисовано. Я открыла этот файл, он у меня уже готовый, видите, есть даже в разных вариантах ткани. Но этот момент мне не нужен, я уберу. А вот основной эскиз мне нужен. При этом спиночку давайте мы тоже с вами уберем, потому что мы ее не будем использовать. А я покажу, как, используя данный эскиз, можно достаточно быстро сделать модификацию и сделать, ну, хорошо отличающийся эскиз и с ним как-то поработать. При этом не рисовать с нуля, что часто очень удобно. Создала копию для того, чтобы мы могли потом с вами сравнить. Блокирую слой, на котором у меня есть шаблон. Приближаю тот, с чем я буду работать. И давайте мы будем с вами смотреть. Сейчас я его разгруппирую. Первое, что мне нужно, у меня будут другие карманы. У меня будут карманы в рамочку. Соответственно, и у меня не будет вот этих выточек. Это я убираю. Этого кармана тоже не будет. То есть я уже сразу имею в голове какую-то модель, которую бы я хотела сделать. И вот, например, самое первое, ну, самое простое такое моделирование, меняю кармашки. Хорошо, кармашки мы с вами поменяли. Тут как бы все прекрасно, все у нас с вами получилось достаточно быстро. Ну, в принципе, это уже как бы изменение жакета. Если вы поменяете ткань, то вполне можно уже и в производство. Например, меняю рукав. Будет по-другому шов смотреться. Меняю ширину лацкана. Здесь не забываем про симметрию. И вот здесь форму сейчас тоже немножечко поменяю. Хочу, чтобы она была более плавная. Так. Могу здесь тоже чуть-чуть виды изменить. Как видите, я же не заново отрисовываю правильно. Соответственно, у меня это не занимает так много времени. А я просто модифицирую имеющийся эскиз относительно того, что у меня есть. И это, кстати, очень классно работает и ускоряет прям. Прям ускоряет. Поэтому не ленитесь. Вот то, что я вам даю, вот эти 100 эскизов, прям поставьте себе цель хотя бы раз в неделю рисовать по эскизу. Вы удивитесь, что буквально там через 10-20 недель. Это не так много, поверьте. Если вы там будете уделять там по полчаса в неделю, у вас уже наберется база, и вы с этой базой сможете работать и делать просто потрясающие вещи. сами себе потом за это спасибо скажете. А вот, поэтому... Сегодня просто показываю, ну, как действительно можно с этим работать, насколько это интересно, просто и вообще классно. То есть, видите, я сразу поменяла форму. Специально сейчас пока не видно соседа нашего, да, я показываю, что я видоизменяю. Конечно, конструктор вам за такие кардинальные изменения спасибо не скажет. Хотя, в принципе, я же только лацканы меняю, но я отменила там и выточки, и все остальное. Это, по сути, для конструктора будет новая модель. То есть, если вы возьмете тот же самый стан, на нем просто там пришьете другие лацканы и поменяете карманы, тогда все хорошо, конструктор будет проще. А вот когда вот так вот, как я сейчас делаю, не ждите благодарности. Так. Мы сделаем вид, что у нас застежка внутренняя, а именно там какие-нибудь кнопочки будут внутри. Сейчас я уберу вот этот вот острый уголочек, который мне не нужен в таком формате. Вот так. Да. И добавлю дополнительный элемент, который будет отличать мою модель. Соответственно, вот так на поясе у меня будет поясочек. Так. И, как я уже рисовала пляссе, сейчас создам новый слой. У меня будет вот такая кокеточка пляссе. Сейчас я просто обозначаю ее контур в виде черновичка, чтобы я могла понимать, как она будет идти. Для этого был создан новый слой. Это очень важный момент. То есть, ну, просто вот, чтобы я обозначила для себя. И сейчас могу ее по форме отредактировать. Как она будет у меня. Вот так, да? Вот так. Насколько она тут вот должна там прилегать, чтобы ее красиво нарисовать. Вот, я ее нарисовала. Теперь этот слой блокирую. Создаю новый слой. И на нем уже буду рисовать мою складочку пляссе. Потом солью нужные мне слои. Но зато теперь, смотрите, у меня ничего нигде не будет цепляться. И я сразу понимаю, какой формы у меня она должна быть. И пляссе. Вот почему нужен шаблончик. Потому что здесь достаточно долго и нудно мы будем с вами рисовать. У меня уже был, кстати. Ну, там юбку рисовали, кусочек пляссе. Не самый быстрый для рисунка элемент. Но иногда нужно и его делать. Поэтому удобно. Мы с вами уже сэкономили кучу-кучу времени, когда использовали готовый эскиз. Вот. Теперь вот эту можно убрать. Она нам не нужна. И вот тот забор, который я наградила. Сейчас мы его смягчим. Давайте я увеличу, посмотрю, насколько у меня правильно легли точки. Вот. И будем его дальше править. Так, для особых педантов можно вот здесь нарисовать уголки. Надо просто набраться терпением, но сделать это можно. Сейчас покажу. Вот здесь. Обязательно скинуть все деление. И вот так вот нарисовать много уголочков. Рисую через один, потому что, чтобы они друг за другом не цеплялись, сейчас и здесь нарисую. Вот. Но, в принципе, я не люблю так рисовать. То есть можно это сделать. Но, на мой взгляд, это лишнее. По крайней мере, для художного исполнения. Вот. Поэтому мы сейчас с вами будем заниматься другим, не менее нудным делом. А именно рисовать линии пляссе. Сначала мы их делаем потолще, потом они у нас будут более тонкими. Ну, в смысле, мы настроим толщину линии. Небольшой изгибчик у меня получается. Немножко я его здесь доделываю. Вот так. Так. Можно потом еще тенюшки нарисовать. Но в данном случае я сейчас попробую без теней, потому что вполне возможно, что для выразительности эскиза они будут не нужны. Это еще зависит от того, из какой ткани мы рисуем. То есть если у нас полупрозрачные, то возможно, что они и не нужны. А если нет, то нужны. Сейчас это будет видно, когда мы закончим. Я рисую линии. Почему я рисую пярышком? Потому что у меня там были изгибы, да? Можно было рисовать отрезок прямой линии, но у меня там были изгибы, и мне нужно было, чтобы они у меня гнулись. Так. Вот это вот ерунда. Брать. И вот так. Хорошо. Теперь я все это вместе выбираю, кроме контура, и задаю толщину линии. Вот, наверное, даже 0,25. Не забыть сгруппировать. И саму основу тоже делаю 0,5. Вот, смотрите. У меня получилась вот такая штучка. То есть, по сути, это тонкая. Такая полу... Ну, полу-кокетка, потом... Полу-баска даже, я бы сказала. Не кокетка, а баска. Правильно. Вот. Такая вот штучка у нас получается. Если мы сейчас ее с вами, например, сделаем светло-серый, ну, чтобы она у нас выделялась на эскизе, дадим ей хорошую непрозрачность, то у нас будет вот такой эскизик. Не хватает выразительности плиссе. В связи с этим я сейчас буду рисовать тени. Блокирую все, создаю новый слой. И вот, смотрите. Видите, вот этот кусочек? Вот от этой части, вот до этой. Вот он и будет моей тенью. На каждую складку нужно нарисовать вот такую тень. А потом мы вот то, что сейчас нарисуем, уберем назад. Потому что у нас полупрозрачный материал, и нам нужно, чтобы он просвечивал этой частью и показывал, как это все смотрится. Так что фокус требует времени. Сначала рисуем, потом мы это все скопируем. Можно будет слой еще назад перенести. И вот игра непрозрачности даст то, что нам нужно. Именно тот эффект. Так. Еще здесь. Пошли изгибы линий. Здесь сейчас немножко придется чуть дольше рисовать, потому что каждую линию нужно выгибать. Так. Потом отдельно сейчас поправлю вот эти вот выпирающие части. Так. Еще кусочек. Это лишняя часть. Вот. И как раз получится... Идея была такая, что там полупрозрачная ткань наподобие шифона плотного или органзы. И из нее сверху сделана баска. Которая еще и в лице. Чтобы это все показать, нам необходимо вот так вот изгольнуться над эскизом. Вот так. Сейчас вот еще вот эту детальку поправлю, которая торчит, и все хорошо будет. Так. Здесь у нас торчит вот эта штучка. Мы ее просто уберем. Оп. Так. Теперь все вместе я сгруппирую. Дадим толщину контура 0,25. Основу мы дадим черную. И сильную непрозрачность на все это дело. И везем ее назад. Вот. Теперь можно уже регулировать силы непрозрачности, как это будет все просвечиваться. Вот так. Смотрите. То есть сверху такая вот непрозрачная штучка. И если хотите, теперь все это можно слить и получить, соответственно, наш с вами финальный эскиз. Я пока не буду сливать. Сейчас мы еще цветом закрасим. Ну вот, посмотрите, как из вот этого эскиза мы сделали вот этот. И, ну, как бы, можно, конечно, сказать, что вот, типа, зачем ты используешь то же самое. Но это сильно мне ускорило вообще процесс рисунка, потому что я больше времени не уделила именно деталям, именно плиссе, именно вот тому, что я хотела, дизайн элементам. А основа у меня уже была, которую я просто подправила. Вот так работают с базой эскизов. Вот она для чего нужна. И вот как она ускоряет жизнь. Собственно, то, что я хотела показать. Потому что все время показываю рисунок с нуля, а на самом-то деле вот оно еще и вот так бывает. Когда у вас уже есть какие-то основы, наработки, а вы просто их используете. Решила добавить немножко теней, чтобы они вот тут у нас шли. Добавляли нам красоты эскиза. Вот так. Сейчас еще непрозрачность там. Хорошо. Вот такая вот история. Так, в цвете. В цвете, в цвете. Я хотела сделать в цвете. Выбираем все. Со всего снимаем замочки. И эту часть копируем по соседству. Так, теперь мы блокируем там, где у нас с вами нарисован шаблон. И я хотела сделать бледно такой палево-голубой жакет и полупрозрачный, такой темно-синий вот этот вот басочку. Сейчас мы выберем цвет. Повторяюсь, тут цвет может отличаться, то, что выберу я, от того, что будете видеть вы. Поэтому можете смотреть по цифрам, какой конкретно цвет я выбрала, если вам он понравится или не понравится. Так, вот. Теперь этот цвет затаскиваю вот сюда для удобства работы. Немножко расширим панельку, чтобы я лучше видела. Вот. Теперь ей делаем лацканы. Внутренняя подкладочка у нас может быть другого оттенка, например, чуть более темно-синего. Вот. Эта внутренняя часть тоже. Красиво будет смотреться, если кармашки тоже выделить другим цветом. То есть, все, вот дальше уже пошла такая чисто дизайнерская, в чем-то можно сказать вкусовщина, когда вы просто начинаете работать. Итак, здесь будет синий цвет. Сейчас посмотрим, здесь тоже синий цвет. Включим, как оно будет смотреться. Поэтому я их не соединяла. Смотрите, Ctrl-C, Ctrl-V, лучше Ctrl-B, на передний план. Убираем цвет заливки, оставляем контур и делаем непрозрачность. Это мы добавили, чтобы контур был четкий. Вот. По-моему, очень даже. Так. Это у нас сейчас вот так. Вот здесь есть непрозрачность. Мы можем ее чуть-чуть подредактировать. И вот чем хорошо, когда все-таки у нас многослойный эскизик, вот с ним прям можно работать вот в свое удовольствие. Так. И вот эту можно часть сделать чуть-чуть темнее визуально. Она... Смотрите сейчас, как даст красиво. Вот. Ну вот, прям хорошо. Прямо вот то, что я и задумывала. Вот такая красота у нас получилась. И сегодня мы с вами прорабатывали такой момент, что мы рисовали не с нуля, а делали модификацию существующего эскиза. Но я думаю, что мало кто со мной будет спорить в том плане, что эскиз реально получился другим. Несмотря на то, что мы его разрабатывали на той же самой базе и добавили такой очень художе-творческий элемент в виде полупрозрачной прессированной баски. Вот. Напишите, пожалуйста, как вам такой метод работы. Используете ли вы его? Используете ли вы основу какую-то для создания своих эскизов или всегда рисуете с нуля? Будете ли вы его применять? Мне кажется, это интересно попробовать. А на этом все. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось. Подписаться на мой канал. Каждый вторник я вам показываю какие-то новые приемы и эскизы. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.